Девчоночки, всем привет! Меня зовут Таня и сегодня я хочу поделиться своими топ-5 фаворитами из белорусской косметики. Давайте начнем! Начать я хотела бы с туши Мега Объем от марки Белита. Тушь называется Амор. Вот такая вот черно-розовая. Тушь просто обалденная. Кто меня смотрит, знает, что мой фаворит среди туши вот эта вот пузатенькая от Мэйбели. Но могу сказать вообще со стопроцентной уверенностью, что вот эта тушь вообще ничуть не уступает Мэйбели. Здесь силиконовая щеточка. Тушь имеет очень такую правильную, хорошую консистенцию. Она в меру жидкая, в меру густая. То есть, когда ты ее покупаешь, не нужно ждать недели или две, пока она загустеет и станет красить хорошо. Она красит хорошо с самого открытия тюбика. Она не осыпается, она не отпечатывается, она не течет. Она дает обалденный эффект таких пышных, разделенных, подкрученных ресничек. Единственный недочет, что она довольно сложно смывается, но мицеллярной водой или двухфазной смывкой смывается на ура. Водичкой вы ее не смойте. Следующий мой фаворит это маска от марки Белита. Это идеальное отбеливание. Отбеливающая маска для лица против веснушек и пигментных пятен. Я уже рассказывала об этой маске в одном из своих предыдущих роликов. Я ее просто обожаю. Это мой давний фаворит. У нее мягкая такая нежная кремовая консистенция. Она не течет, довольно густая, комфортно ощущается на лице. При нанесении может слегка пощипывать кожу, но это нормально, потому что она отбеливающая и так и должно быть. После ее применения тон кожи намного более ровный, цвет лица более свежий. Она прекрасно помогает отбеливать, высветлять пятнышки от постакне. Она прекрасно высветляет черные точки, очищает поры. Если есть какие-то шелушения на лице, то она их растворяет. В общем, после того, как я ее смываю, кожа просто заглядень. Следующий продукт, опять же, для лица, это легкий пилинг для лица с молочной кислотой. Опять же, от марки Белит. Сегодня вообще все фавориты у меня будут от Белиты, просто потому что в магазинах, которые есть около моего дома, продается только Белита. Других белорусских марок у нас, к сожалению, нет. Так вот, это у нас легкий пилинг для лица с молочной кислотой. Он действительно очень легкий, очень нежный. И я думаю, он реально подойдет любому типу кожи, как и заявляет нам производитель, потому что он совершенно не жжет, не печет, не вызывает никакого дискомфорта. После его применения кожа такая прям вот фарфоровая, красивая, с равномерным тоном, более сглаженный рельеф, такой бархатистый эффект. В общем, мне очень нравится эффект, она реально классная. У нее еще очень такой ненавязчивый, приятный сливочный запах. Рекомендую вам, опять же, если где-то найдете, попробуйте. Следующее средство это сухой шампунь Fresh Hair с экстрактом зеленого чая для жирных волос. Очень хороший сухой шампунь за свою цену. Он бюджетный, он стоит, опять же, где-то 180-200 рублей. Он приятно пахнет, он не склеивает волосы, он не оставляет явный белый налет. То есть, после нанесения, если действовать по инструкции, хорошо помассировать корни волос, белого налета видно не будет вообще. У меня как бы не светлые волосы, и на мне абсолютно незаметен этот сухой шампунь. Возможно, если вы жгучая брюнетка, то на вас будет видно. Тут я уже не могу ручаться. Мне нравится запах, довольно приятный, не сильно навязчивый. Он довольно экономичный. У меня уже был такой розовый. Покажу вам его в пустых баночках следующих с гранатом. Этот вот с зеленым чаем новый. В принципе, большой разницы я между вот этим зелененьким и розовым с гранатом не заметила. Для меня они одинаковые, только у них разные запахи. И последнее в сегодняшнем топе. Это маска для волос с кератином от Belita из серии Keratin Active. Она восстанавливающая, придает волосам упругость, блеск, красоту, интенсивно восстанавливает структуру волос. Хорошая маска, действительно хорошая. Она, опять же, бюджетная, как и вся белорусская косметика. И очень даже неплохого действия. У нее вот такая вот кремовая, довольно жидкая текстура. И благодаря вот этой вот своей не слишком густой текстуре она хорошо разносится по волосам. Она хорошо распутывает волосы, хорошо увлажняет. По поводу восстановления не могу ничего сказать, потому что у меня они суперубитые волосы. Я ее в основном использую вместо бальзама для волос. То есть ненадолго оставляю на волосах. И, кстати, я не заметила большой разницы, что я ее оставлю на волосах на 30 минут, что на 5 минут. Эффект одинаковый, что, в принципе, большой плюс. Экономим время. Единственный ее недостаток, мне не нравится запах. Запах у нее такой слишком какой-то химический. Пахнет, как какой-то бальзам из краски для волос бытовой. Ну, то есть такой, не слишком приятный. Да, кстати, здесь в составе есть силиконы, поэтому, если вы привержены с натурального ухода для волос без силиконов, то этот продукт однозначно вам не подойдет. Не забывайте подписываться на мой канал. Кнопочка будет находиться вот тут внизу. Кстати, я обязательно оставлю в инфобоксе полные названия всех средств, которые я сегодня показала. Обязательно заглядывайте туда. И если видео было для вас интересным и полезным, ставьте пальчик вверх. Ну все, до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok